Екатерина Стриженова – это одна из самых одиозных пропагандисток Российской Федерации. Родину у меня отнять, в отличие от вас, не может никто. А ведь Екатерина начинала свою карьеру как актриса. Что-то не так? Но в кино ее давно не зовут. Последнюю роль, и то эпизодическую, Стриженова получила в 2014 году, потому что у Кати уже давно новая роль. Как и в дешевых российских сериалах, актриса играет роль ведущей. Хотя сама занимается пропагандой, призывает к агрессивной войне и убийствам украинцам, а также боготворит Владимира Путина. Ежедневный эфир – это очень большая затрата времени и сил. Герои ее программы, как правило, зэки, предатели и маргиналы из Украины, которые во время войны против Украины стали настоящими русскими воинами и идейными патриотами России. Но получил 8 лет. Получили 8 лет. Бывший зэк Владлен Татарский, которого убили, на главном телеканале Российской Федерации со спокойным лицом рассказывал о подробностях, как он грабил банк. Сколько вы украли и где зарыли? Там было немного денег, потому что в кассе лежало там на тот момент 5000 долларов. Ну, как бы это и не маленькая сумма была для того времени, но и небольшая. Но в сейфе лежал миллион гривен, но там оказалось, что если его начать открывать, срабатывает датчик на центральном пульту охраны. Среди гостей пропагандистки и украинский скандальный адвокат с психологическими расстройствами Татьяна Монтян, которая передавала российским спецслужбам цели для ракетных ударов по вооруженным силам Украины и от которой даже отказались родные дети. Вы же понимаете, что за ваше. И за мной никто не стоит. Екатерина Стриженова дает слово и предателю пропагандисту ИСУМ Юрию Подоляке, который врет о гражданской войне, несмотря на то, что украинские дети гибнут от российских ракет. Для меня это война гражданская. Юр, она для многих гражданская война, поэтому очень важно то, о чем вы рассказываете. А чтобы разбавить эту кампанию, зовут забытых звезд, которые с удовольствием поддерживают убийство украинцев. Лишь бы хоть на миг вернуться на экран. Ты уверена в нашей победе и говоришь, что мы обязательно победим. Откуда такая уверенность? Мне дает уверенность наша страна. Она величайшая. И такой народ великий. Екатерина Стриженова оболванивает население России уже 25 лет. Во время одного из эфиров ненависти к Украине актрису настигла карма, и она сломала руку. От голода страдали только на Украине. Поэтому этот разговор сейчас и состоялся. И мы видим, как вы постоянно это делаете, подкрепляете такая политика. За что еще мы должны покаяться после рекламы. Задача Кати и ее коллег отвлекать внимание от внутреннероссийских проблем и смягчить агрессивное поведение партнеров по шоу. Сразу повылазило весь наш долб... При этом Катя, патриотка России, только на экранах. Ее дочь Анастасия Стриженова получила образование в Англии и сейчас живет в Нью-Йорке. Пока мама дурачит доверчивое население России, где во всем виноваты англосаксы. Субтитры создавал DimaTorzok